всем привет вы смотрите слушайте очередной виноградный подкаст и сегодня в гостях устройств на которых вы это делаете замечательный человек прекрасный человек очень интересный человек и я рад что этот человек посетил ваше устройство это марина глушенкова да это я здравствуйте привет в чем суть подкаста я ни к чему не готовлюсь ничего не читаю заранее не смотрю там никакие предыдущие интервью это вообще не интервью это просто хреновая позиция для журналиста я вообще не журналист в этом и смысл в том что зачастую я считаю что журналисты загнаны загнавшие себя вот в эти рамки журналистики которым объясняют на факультетах этой самой журналистики они делают говно а вот те люди которые пытаются ломать эту четвертую стену журналистики идти по своему пути они как раз таки двигают журналистику вперед ну то есть ты считаешь что главное это ничего не знать о собеседнике да но тем не менее все таки я вот прям берусь спорить что ты все-таки что-то обо мне знают а то конечно что ты обо мне знаешь я знаю что вы мама моего одноклассника так это правда я знаю что у вас есть у вас 150 детей вообще-то физически невозможно не 100 но много много это сколько то есть ты даже не знаю я знаю еще сейчас но где-то около 67 ну где-то вот в том районе 677 на самом деле 7 хорошо еще я знаю что опять же из своей молодости я знаю что молодости детства своего я знаю что у вас был такой прикол вы называли детей по алфавиту но мы спеклись на четвертом нас аркаша боря валя глеб да вот а потом было сразу я на а потом и сфере миши ну то есть решили что лавана буквы л и они сошлись увидишь мы скажем так остановились нашли в себе силы остановиться вот и после миши больше никого не родили миши сейчас уже 11 лет также я знаю что вы на телеканале не ктв ведете семейное шоу это правда своим супругом в принципе много участвуйте в социальной жизни наших людей может быть каким-то образом я вижу вас постоянно на каких-то там собраниях связанных там с многодетством связаны с проблемами семьи и так далее вот это все в принципе что я вас знаю достаточно много согласись да но и тем не менее я думаю что вы гораздо больше чем все что я сказал хорошо тогда я жду первый вопрос у меня нет вопросов в этом и смысл мы просто общаемся на какую-то конкретную тему я вот честно о чем у нас так получилось такая тенденция возникла что в каждом подкасте мы так или иначе говорим про детей это наверно круто потому что мало говорят про детей а мне кажется много говорят про детей или может быть я борюсь в такой среде где много говорят про детей где всегда говорят про детей у меня вот наоборот вот говорят о чем угодно о деньгах успехе развитии карьерном росте всем чем угодно только не о детях я сам хочу много детей вот что ты вот никогда бы не подумал вот же был хулиган всегда я остался хулиганом но живание сколько тебе лет мне 28 28 и насколько я знаю тебе недавно появился ребенок да а сколько сейчас 10 месяцев было вчера это дочка мальчика мальчика . я бы сейчас сидел где не улица нет почему нет хотел часа уже когда полу появился мальчик я очень хочу дочку потому что мальчик там уже там сейчас уже ближе там к двум там к трем уже там лишний раз не пообнимаешь не поцелуешь я же должен быть таким мускулиным батей такой а девочку можно до конца жизни холить лелеять принцессы и так далее уже хочу девочку вообще хочу много детей потому что дети это круто а когда ты кстати это понял ведь сначала же не хотел всегда хотел правда но не было никому все абсолютно всегда хотел просто сейчас как-то ну а почему нет ну давай сейчас про молодежь модно говорить что ну считается что вот поколение ваше как раз вот 20 20 до 30 что никто не хотят детей что не все эгоисты хотят жить так как они хотят вообще не настроены никого рожать им бы да действительно вот карьер там попутешествовать вот это круто а дети не круто ну не знаю у меня вот все сейчас во все все мои сверстники все так или иначе там 1 2 если вообще на своих одноклассников посмотрю там уже некоторые по четвертому нарожали я хочу много детей правда но мне так жалко свою супругу это так я вот почему как бы вас и позвал одна из причин это же очень тяжело но это нелегко врать это просто я вот за себя скажу если я даже сейчас да там по факту там сейчас что он там лежит пукает какает и по факту ничего не делать но только недавно там ползать вроде начал и так далее подожди 10 месяцев уже будет уходить уже ползает час уже будет скоро ходить встает там все как бы развивается нормально но сам факт того что ну я вот посижу там с ним там три часа и думаю ой-ой-ой на работе легче да гораздо сразу работы столько много появилось сразу дел столько много я просто представляю да мы супруга хотим еще детей я представляю сейчас ее опять на это дело заморачивать 9 месяцев с этим животом плюс вот еще в нашей стране с животом сложнее чем в какой-то теплой стране ну потом вот это бессонные ночи как она там спит 7 утра просыпается ложится покормить убрать уследить потому что это это очень тяжело я прям ее зауважал 50 раз больше чем уважал до этого у слушай мне так и нравится что сейчас появилась вот эта тенденция что мужчины наконец-то поняли что нужно участвовать в воспитании детей и что дети это труд они просто так и вот это вот вот это словосочетание которой женщина всегда бесила она сидит дома с ребенком вот оно как-то отодвигается уходит куда-то вот это вот обесценивание родительского труда и мужчины когда наконец-то у нас длительный период в стране мирное время да и не нужно там поднимать соленую не нужно уходить на войну и оказалось что да дома действительно много дел и много работы и когда мужчины окунулись вот в весь этот семейный будет они поняли что да там сложно даже при мультиварках стиральных машинах роботах пылесосах потому что ребенок забирает все твое время и все твое время и все твое Важнее работа гораздо важнее чем та на которую мы ходим там каждый день потому что здесь на работе на работе есть право на ошибку здесь так или иначе право на ошибку практически нет и от тебя зависит жизнь другого человека я конечно Ну что тебя в результате интересует как я выжила это во первых во вторых ну вот я я папа выходного дня я воскресный папа это и ну ну по-другому просто нельзя я вот типа нужно работать Работать чтобы у ребенка все было потому что там мы выросли в 90-х нам было сложно я все ты хочешь компенсировать это все максимально но тем не менее я стараюсь там да время от времени стараюсь помогать это тяжкий труд у вас 7 да ну ты понимаешь отношение вот к тому что нужно делать с ребенком Оно меняется с ну как говорят что если когда появляется в семье первый ребенок то ему все там кипятят гладят там и так далее когда появляется второй ребенок мама так издалека за ними присматривает когда появляется третий ребенок появляется девиз если ребенок поел из миски кота то это проблемы кота Ну естественно все не так естественно я не забивала на детей то есть это безусловно в каждой шутке да доля шутки но тем не менее отношение меняется то есть ты не можешь быть Ну вот перфекционистом то есть если ты с большим количеством детей остаешься мамой перфекционисткой то ты просто сама себя загонишь в какие-то рамки в которых ты не выживешь и чисто для сохранения своей психики ну нужно вот это все дело отпустить Ну и потом коллектив детей это не один ребенок то есть они там как-то взаимодействуют они могут друг друга заменять сами я тебе хочу сказать что мне кажется что у нас в современной благополучной жизни мы как-то детей воспринимаем очень долго как объекты ухода и заботы на самом деле же это не так дети это ресурс такой же ресурс семьи который нужно использовать чем раньше тем лучше то есть ребенок может быть может там убирать за собой дети хотят делать то что делают родители в два года все дети хотят мыть посуду очень сильно хотят ее мыть и там подметать венчиком мыть полы если их не отгонять разрешать им это делать то они постепенно становятся твоими помощниками другое дело что очень часто родители отодвигают конечно как он в два года помоет посуду плохо то есть ему будет интересовать вот эта вся пена брызги на полу это же все очень весело и поэтому ну и поэтому происходит так как происходит говорит ой не лезь отойди я сам я сама ты еще маленький вот тебе пластмассовая игрушечка а пластмассовые игрушечки интересно не очень то есть интересные настоящие вещи интересно молотки и гвозди ножницы иголки ножи и все что принято считать опасным ну поэты запретный плод всегда сладок так а в каком период эти семь семь детей появились сколько лет ну от первого до последнего сейчас подожди нужно посчитать первый ну то есть наш старший аркадий он родился в начале 93 года и миша родился в 2008 году в декабре ну то есть условно раз в два года примерно но не совсем так между первым и вторым ребенком у нас разница год 11 месяцев потом между вторым и третьим нас разница сейчас я скажу два года два года с небольшим забыла потом значит вот самая самая большая разница между третьим и четвертым три около четырех лет почти четыре года потом еще через два года родилась яна еще вот самая маленькая между я на эфире и разница год и девять месяцев а потом через три года с небольшим родился миша вот собственно и все все дети кончились как это происходило это типа ну давай пятого ну давай шестого либо презервативы это отстой слушай ну начнем с того что изначально я была очень настроена на трех детей я эту историю рассказывал уже очень много раз и разным в том числе и средством массовой информации потому что кто про нас только не писала и кто не снимал программы мы же поучаствовали в двух федеральных проектах и в журналы федеральные про нас писали и вот я везде рассказывал одну историю ту же историю вынуждена рассказать ее еще раз потому что нового ничего я не придумаю я мы вместе с юрой ходили в пресс-центр звездные мы собственно там с мужем познакомились мы познакомились когда нам было по 14 лет но не могу сказать что мы сразу стали встречаться нет но как-то я ему сразу понравилось я это знал он за мной очень долго ухаживал ну как-то мы на расстоянии так сказать это все было но тем не менее вот в пресс-центре звездные наша руководительница очень увлекалась педагогикой журналистикой педагогикой и мы много читали книг и в том числе симона львовича соловейчика читали крапивина шалва монашвили вот это у нас очень все пропагандировалось и вот когда ты начинаешь читать мне это как-то все лично зашло то есть у нас же у каждого ну свое что-то к чему мы может быть предрасположены я читала литературу по воспитанию так как какие-то девочки читают любовные романы нравилось мне я не могу сейчас сказать почему и я тогда еще прониклась вот этими безграничными возможностями детей то есть вся эта литература она говорит о чем что дети это уникальные просто какие-то фантастические существа которые способны на любые не знаю достижения если в них вкладываться и вот все эти идеи от них что называется упали на какую-то почву когда впитались в неокрепший мозг подростка мне было тогда 15 16 лет и вот наверное это было базовое убеждение базовое убеждение вот которые я вынесла из всего этого то есть я изначально хорошо относилась к детям потом мне опять же попались книги бориса павловича елена алексеевна никитиных это семья вот известная в советский период у которых было семеро детей и они писали книгу мы и наши дети и развивали вот эти вот эту тенденцию с развивающими играми очень было популярно я бы сказала что они повлияли на умы нескольких поколений до советских родителей занимались закаливанием и все вот эти вот интеллектуальные игры все вот продвигали они я знаю что про них распространяют разные так сказать слухи но да действительно наверно ожидалось что их дети станут гениальными кем-то там учеными там композиторами и что там может быть кем-то не знаю и прогремят на всю страну но наверное этого не случилось я знаю что супер интеллектуальными стали двое до старших я была в этой семье понимаешь была в этой семье мне как-то посчастливилось попасть в 2004 году когда уже у меня была я на я приезжала на выставку в экспо центр выставку что-то тоже там был какой-то семинар для родителей про завивающим играм и там были анна и иван это одни из младших детей вот и семьи никитинах если я не ошибаюсь пятый и шестой по счету ребенок и могу ошибаться но неважно вот анна и иван и они меня потом пригласили в гости то есть ты представляешь уровень открытости вот этой вот семьи когда него только с человеком познакомились и говорят ну чего ты будешь потащишься уже поздно вечером с таким маленьким ребенком а я брала с собой янку янке было около года она что-то потащишься поехали к нам ночевать мы поехали к ним ночевать и я могу сказать что они очень открытые миру они очень дружелюбные у них действительно очень дружеские отношения вот внутри всей семьи может быть они не прогремели на всю страну хотя как сказать с какой-то они прогремели и они очень помогают друг другу и думаю у них очень такая приятная атмосфера вот такая очень теплая они стали безусловно ну скажем так но интересными специалистами что ли в своей области то есть иван телеоператор кстати он работал на местной телекомпании насколько я знаю анна на тот момент занималась логистикой и хотела уйти в сферу подготовки к родам вот этих вот дол вот этого вот всего ну то есть однозначно они они никто не потерялся в жизни все заняли вот хуже не стало до хуже не стал так вот я просто почему про них говорю мне везде хочется их немножечко реабилитировать где можно потому что я знаю что про них распространяют разные слухи что говорят что вот кто эти никитин и они там никем не стали ну что вот такое в общем вот такое все так вот и я читала книги бориса палача или на алексеевна мне это тоже все очень нравилось это все тоже очень вдохновляла и уже когда мы с юрой поженились и было вот первая беременность должен был родиться первый сын нам дали почитать книгу первые уроки естественного воспитания или детства без безболезни и для меня это тоже вот была очень революционная литература потому что мы с юрой и два таких классических советских ребенка выросших в семье интеллигентов мы естественно много простужались нас кормили олитетрином здесь такие-то синенькие таблеточки антибиотики нам парили ножки в тазике и вот эта вот идея что могут дети расти здоровыми там крепкими и опять же значит то что у них безграничные возможности вот это все очень нам на душу легло и когда у нас вот первый сын родился немного раньше срока до недоношенным на 35 недель мы его забрали из больнички для недоношенных детей и стали его макать в холодную воду то есть моего дома если можно так сказать устроили ему домашнее крещение то есть мы сняли себя кольца мы нарили ледяной воды из-под крана значит туда опустили обручальные кольца и у меня еще была цепочка золотая и вот это вот все энергетически заряженные опустили в эту ванночку и я понял что я металась по квартире страшно то есть мне было страшно вот это все юра это взял на себя он пошел макнул аркадия новорожденного весом 2 килограмма 250 грамм ну то есть он объективно был да ослабленный ребенок нам говорили в больнице что когда мы его решились забрать нам сказали зря вы его забираете а у вас значит вот врач выразительно посмотрела на меня и сказала а у вас такой вид что вы вообще сейчас упадете вот видишь я не упала ну и в общем вот мы взяли вот эту линию что мы будем закаливать заниматься динамической гимнастикой что я буду кормить только грудью нужно сказать что это да действительно было очень сложно потому что недоношенность она никуда не девается и ребенок который так сказать не досидел полтора месяца у него незрелая нервная система то есть аркадий нам дал жару конечно он был объективно то есть он был нервный он много плакал моего постоянно носили на руках он часто просыпался вот и конечно я была подзамученная я помню что у аркадий родился 7 января а у юры день рождения 23 января и мы естественно ну дома отмечали его день рождения уже с аркашей с маленьким и тогда приехали его родители мы с юрой заснули за столом со праздничным как потом вот так вот первого сделали а по окунали его в холодную воду все получилось все хорошо я насколько я знаю все вырос все классно да да прошел отслужил армию по группе здоровья а как потом то потом просто я знаю еще у вас там есть какие-то приколы да я честно я не очень много понимаю я еще молодой наверное так насколько я знаю у вас там есть эта история не то что с партнерскими родами а вы там чуть ли не ванны рожали или что-то правильно не чуть ли а точно ну очень просто очень просто когда 7 раз конечно нет дома мы родили шесть раз то есть аркадий родился в доме то есть когда у меня стали отходить воды на 35 неделе мы поехали в роддом и естественно мы тогда ничего не слышали про партнерские роды мы просто больше того тебе скажу я тогда наблюдалась в очень таком дорогом центре медицинском москвы ну то есть мы жили на тот момент в москве у юры был бизнес они торговали корейской бижутерией мы в москве снимали квартиру и я ходила наблюдаться платно то есть тогда только-только возникали все вот эти вот медицинские центры все вот эти женские консультации нет женские консультации они были просто вот эти вот модные медицинские центры вот этот центр куда я ходил наблюдаться он сейчас существует ну я думаю что было бы неправильно называть его название зачем ну в общем он и сейчас существует просто на тот момент он только открылся у меня не было же никакого московского страхового полиса вот это вот все тогда только начинало меняться все вот этот страховая медицина все это начинало только устанавливаться и было непонятно как как пришла идея давай в ванну родим как ванну родим во первых понимаешь вот с аркадием все получилось не так как мне хотелось бы не было важно ну что ли чтобы все было идеально да то есть совершить вот эту как некую работу над ошибками про ванну у юры были друзья которые учились в абрамцевском художественном училище ты понимаешь художники 90-е годы очень все там всякие идеи бродили в умах то есть сама по себе сфера очень свободолюбивая а еще и и вот все самые свободолюбивые идеи там бурлили и там было на тот момент несколько пар которые уже прошли домашние роды мы об этом узнали и мы потом ездили на подготовку к родам к их акушерки ну как сказать акушерка то есть опять же нужно понимать что это было это были 90-е годы это все было полуподпольно тогда вот все только начинало возникать то сейчас это все сертифицированный центр как правило эти люди уже давно получили среднемедицинское образование неофициальные там акушерки они прошли какие-нибудь международные курсы курсы долл а тогда это выглядело так девочка которая сама родила дома делится да делится да то есть собирает у себя дома кружочек мамы готовит к родам на самом деле она не рассказывала ничего ну как сказать сверхъестественного или неправильного да то есть вот когда когда готовясь к борином родом я вот это все слушала у меня была такая мысль почему это же все так просто почему мне раньше никто этого не сказал мне кажется сейчас вот эта информация вся стала доступна то есть при желании ее можно посмотреть ну то есть где-то там на ю тубе появилось много книг то есть вот мы сейчас делаем скидку на то что это был 93 94 год то есть аркадий родился в начале 93 борис у нас родился в конце 94 то есть это мы говорим об этом времени тогда книгу анны мэй гаскин духовное акушество я читала в слепой копии то есть мне дали такую ксерокопированную штуку вот размноженную на этих вот плохих машинках эра и там нужно было вчитываться для того чтобы тебе буквы понять вот вот такое вот было все ну типа это решение пришло типа прикольно дай попробуем ну с одной стороны прикольно с другой стороны что мне хотелось чтобы все было ну по другому чем с аркадием получилось понимаешь а потом что еще какой еще может быть момент здесь я бы не сказал что здесь одна причина здесь комплекс причинно наверное ну и в целом то прикольно конечно безусловно чем прикольнее чем в роддоме а при этом ну какой-то присутствует медперсонал или просто вот здесь вот здесь мне хотелось бы прям вот пустить строчку да как то что называется не пытайтесь повторить опасно эти трюки могут быть опасны для жизни знаешь да как пускай там где-то в рекламе или фильмах да даffон teamwork line прибавления об preciso мы ходили заниматься на курсе еще раз подчеркиваю да то есть нас объясняли итечение родов нам говорили как все будет происходить каковы признаки нормальных родов да и какие признаки того что вам нужно немедленно ехать в больницу то есть при каких признаках ни в коем случае Agreement дома нельзя ну вот например такими признаками является если отходят воды какого-то неестественного цвета боль острая то есть родовая боль она плавная она нарастающая такая скорее тупая то есть чтобы не было никакой боли вот в посторонних органах кровь я уже сказала да неестественный цвет вот если там зеленые там или что-то вода отошли кровь неестественная боль температура вот такое вот все то есть вообще в норме схватки нарастают ритмично между ними сокращается промежуток да и они усиливаются то есть если они начинаются будет там через полчаса и они такие легкие еще даже непонятно рода это или нет потом там через 20 минут через 15 минут это уже понимаешь туда вот это вот оно то есть в норме вот происходит вот так и мы это все знали и нам объясняли как нужно обработать пуповину но наверно ты же понимаешь вот в этом есть какая-то может быть максимализм юности там отчаянность какая-то потому что нельзя было тогда получить партнерские роды в роддоме то есть не было такого вот эти вот совместные палаты с бассейнами или с этими вот шариками фитболами и где создается такая вот благоприятная обстановка вот это ничего нельзя было получить медицинском учреждении поэтому и поэтому для того чтобы получить свободные роды можно было идти только этим путем ну вот как это происходит ой по ходу началось на по наливая ванну и вдвоем сели ну все готово окей не как это я просто для меня вот я честно людей которые идут на мужики идут на партнерские роды я вот убежден в этом может быть я еще не все понимаю но на данный момент ты бы не пошел никогда никогда я бы я я бы сказал если женщинам если ваш мужчина идет с вами на партнерские роды бегите нахер от этого дебила он он рано или поздно он вас подвесит за крюки на потолку или еще что-то то есть ты видишь в этом что-то аномальное нет я боюсь увидев состояние женского полового органа в этом процессе я потом побоюсь вообще туда на метр подойти вот так вот нет 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 ну то есть мне это я считаю что есть какие-то сугубо мужские вещи то есть ты считаешь что мужчины акушеры они все ненормальные в какой-то но я не знаю что должно быть в голове у человека который намеренно пойдет этим заниматься это то же самое когда вот этим это чем что-то в этом видишь такого нет нет это прилично это это естественно так это нормально но образно говоря если человек какой-то человек смотрит за тем на ему нравится и он хочет смотреть за тем как кто-то какает это не очень нормально здесь тоже самое да это естественно да это все так или иначе делают но не обязательно мужчине при этом находиться то есть нет какого-то галочки это надо сделать то есть типа посадить дерево построить дом вы принять роды принять роды ну то есть это ну каждый конечно как говорится каждый дрочит как хочет то есть кому что но я все равно убежден что ну что-то не то с головой у мужчин который намеренно типа давай но это же надо оставить женщинам что-то свое тем более но это же очень очень что очень страшно на этом наблюдать страшно ты думаешь я думаю страшно почему вот я даже сейчас это осознал вот например сейчас ребенок кричит ему никак помочь не могу вот то есть рядом со мной мой близкий человек ему явно ему что-то не нравится я не понимаю чему не нравится я ничего с ним сделать не могу там же я боюсь скорее всего ощущение того что моя женщина испытывает боль она кричит а я ничего с ним сделать не могу я не знаю как русский мужик так кому бить в морду от чего ее защищать и вот при всем при этом находиться пройти этот период беспомощности максимально стопроцентно я не готов я привык типа быть давай чё кто 12 сейчас вот стена есть давайте дальше я все там по одному давайте а здесь ну я не знаю я не могу я вот очкую но почему пары ходят вместе на подготовку к родам да чему учат мужчин и вообще в чем нуждается женщина женщина нуждается в поддержке безусловно за нее не родит никто это понятно мне очень нравится как-то однажды в период беременности пришла в консультацию женскую и гинеколог заполняет эту карту они же заполняют автоматически мне очень понравился вопрос ну то что написано и то они транслируют очень понравился вопрос сами рожать будете за меня кто-то есть может сделать еще какие еще собственно варианты то есть что бы ты не делал все равно будешь это все равно будет происходить с тобой кесарева там эпидуралка или максимально естественные роды тут без тебя никак не обойдется то есть ты не можешь слиться значит из этой истории никак так вот чему учат мужчин на подготовке мужчин учат поддерживать ну то есть массировать что говорить правильно дышать кстати вот это такая иллюзия о том что вот сказала вот она кричит не надо кричать когда ты орешь то никого хорошо родить нельзя можно только порваться поэтому задача женщины это сохранить максимальное спокойствие понимать что с тобой происходит и правильно дышать и правильно себя вести на любом этапе родов то есть когда когда происходят схватки там такое но лучше всего вот петь то есть там такие глубокие звуки то есть ты принимаешь удобную позу какую-то комфортную и ну вот мне например заходил вот этот звук который он ты опираешься очень можешь вот стоять на столе опираться на курлаки могу показать задача вообще на самом деле задача родов это раскрыться максимально не уйти от этой боли ну то есть это другое вот это другая реакция на боль вот например вот если вдруг да это горячая я потрогала у нас есть рефлекс рефлекс отдернуть и он нас спасает да то есть что мы не будем держать горячий чайник еще крепче а здесь смысл в том чтобы идти навстречу боли я не знаю насколько это понятно то есть ты не можешь от этого убежать ты можешь наоборот помочь обуздать эту боль ну как-то да взять ее под контроль если можно так сказать так вот вот задача мужчины если он на это идет то есть вот вот эти все легенды о мужчинах которые там теряют интерес к своей жене после совместных родов или там падают в обморок я не знаю кто эти неврастеники вот честно ну максимально взрослый человек взрослый человек мне кажется ничего там такого не увидит ничего отвратительного в этом нет тем более но у нас вот несколько раз рода происходили в воду это очень красиво это очень красиво я тебе хочу сказать но я тоже думаю об этом потому что вот эти роды да которые были мы же я прям был вот вообще вот все что вы сейчас сказали на наоборот катя прости меня пожалуйста это я потом только начал понимать потому что я прям старался все прям вот ну такой ну все поехали так все отвез давай все через там неделю приду там она меня там чуть ли не уговаривала чтобы я приехал но потому что потому что ты же понимаешь это же общий ребенок кто ближе тебя кто больше имеет к этому отношению ребенку кто врачи нет ты понимаешь именно поэтому женщине нужна поддержка мужа что да вот даже в этот трудный момент я с тобой я готов это разделить я никуда не денусь ну то есть я вот здесь ну знаешь есть другая как бы крайность многие женщины думают что вот если он со мной даже вот народы пошел он значит нас никогда не бросит ну хочу разочаровать что нет я знаю пары которые прошли партнерские роды тем не менее развелись то есть это не гарантия ничего но вот верная мотивация для мужчины это желание поддержать свою женщину и соответственно ребенка взять на руки первому видеть если вот человек честно вот заглядывает себя и чувствует что он не хочет лучше не надо туда ходить то есть я никого на самом деле пойми правильно я никого не затягиваю насильно в партнерские роды не говорю никому так вот вам надо обязательно ну это не мой метод и единственная верная мотивация это желание помочь а если ты хочешь проявить свою крутость или там любопытство хотя здоровое любопытство это тоже хорошо да но не надо вот этого всего там мачизма или там но я пока я не знаю может быть на шестом-седьмом если у меня будет я такой ночью уже все попробовали давай попробуем это попробуем не за в космосе родить и я буду может быть а вот сейчас есть же много там вообще у нас государство вообще мы в очень интересное время живем слушай ваня не еще что хочется сказать вот то есть а то получится что я ушла от вопроса да почему 7 вот что уже что же мы не предохранялись да вот это вот любят тоже спрашивать так вот я просто почему стала говорить про не тикитиных и все такое потому что я изначально была очень была очень настроена трех детей и они как-то у нас появились так сразу быстро вот серьезно мне как мне потом сказали есть такой медицинский термин повышенная фертильность вот это наверное я это про меня потому что я беременела тогда когда теоретически не должна была забеременеть и у меня таких несколько внезапных беременностей которые я ну в принципе не должны были случиться вот но однако же вот они случились и что же с этим делать из этого выросли прекрасные дети и мне нужно было ну вот просто принять этот факт это не всегда были скажем так благоприятные периоды в жизни нашей семьи и когда-то это был период там странных отношений да с мужем когда-то это была финансовая какая-то дыра и мне было правда очень трудно и я прям думаю одну почему вот сейчас зачем это сейчас нет этот неправильно но тем не менее все равно какие-то принципы есть моральные и ты не можешь через это перешагнуть вот в общем я могу сказать одно что я не жалею мне об одном рожденном ребенке и в целом наверное для моей жизни это все пошло на поле мне не было легко и были периоды когда мне было очень тяжело и очень трудно но прожив это прожив это многих вещей я перестал бояться но как-то так это круто это за это респект так я вот к чему сейчас сейчас живем в удивительное время страна меняется каждый день что новое у нас там и вот недавно да наш замечательный царь президент сказал что поправки в конституции будут и будут там за второго первого третьего там давать еще много очень много денег на что алена водонаева сказала что гопники и быдло начнут рожать детей просто ради того чтобы получить эти бабки и потом их каким-то образом вывести и там потратить опять же на алкашку и тем самым мы получим там кучу неблагополучных семей брошенных детей и так далее я с ней согласен на сто процентов вот прям на триста процентов согласен я смотрю постоянно там вообще интересую социальной сферы потому что я по образованию социальный работник так получилось вот я обожаю программу мужское женское я понимаю что это бред но я вот смотрю вот прям вот а почему я с ними в прекрасных отношениях я знаю хорошо но не хорошо я знакома с шеф-редактором социальных программ первого канала то есть человеком который это все вот ну делает контент но за к остается за кадром он является один одним из членом жюри на фестивале в котором я участвую каждый год вот конкурс всероссийские семья и будущее россии вот мы туда отправляем наши программы и он у нас ведет мастер-классы и он оценивает наши работы он великолепный профессионал вот очень очень мне симпатичен и мы недавно тут когда были в москве на фестивале и последующих мастер-классах мы напросились на запись программа мужское и женское с моей подругой из самары вот и посмотрели как все за кулисами происходит как они готовят героев к выходу на площадку я отдаю должное как контент круто в целом конечно это жесть это ну это ну это это жесть для меня это жесть это конечно как вот просто в мозге людям сверху вот так вот но я тем не менее смотрю как минимум из-за того что просто понимать где я нахожусь что вот это моя страна и если там мне говорят о том что у нас все хорошо я включаю мужское и женское и вижу там этот он трахал кошку три года она от него родила 14 собак значит я еще трахался выйди из студии я здесь не хочу чтобы ты здесь находился там эта жена аршавина орет да как ты посмотри ну это жесть но смысл не в этом в том что я искренне считаю что мне не нужно смотреть мужское и женское чтобы понимать насколько все сложно я выезжаю на съемки в районы очень часто примерно как я вот в этим но и только из-за того что я общаюсь просто и занят таким что меня это мало касается я вот иногда тоже пытаюсь выходить чтобы понимать ситуацию я реально убежден в том что алена в данаев на сто процентов права я абсолютно не согласен с тем что там высшие сыны государства и и прилюдно оскорбляют за это я с ней согласен а вот вы много ездите по районам видите эти семьи неблагополучные зачастую виноваты они в этом сами я в этом тоже убежден но тем не менее вот эти вот согласны ли вы с аленой водонаевой в данном вопросе что многие семьи неблагополучные будут пользоваться этими и рожать просто детей как пачками потом их просто выкидывает на произвол судьбы хорошо это или плохо и вообще ваше отношение к тому что сейчас вот решили давать деньги за первого там не кстати обидно что вот я у меня только родился а вот решила деньги раздать как вообще ваше отношение к тому что сейчас будут давать деньги за первого второго третьего там последующих детей ну я думаю что какой-то всплеск рождаемости безусловно будет на фоне этих решений да это будет за счет то есть в москве все не побегут рожать и в питере не побегут и в крупных городах типа екатеринбурга не побегут наверное так сказать вот козельск вот такого вот уровня города ничего не хочу сказать плохой про козельск нет нет ни в коем случае ну то есть вот согласись что вот эти там 616 тысяч за двух детей они не являются чем-то существенным даже в калуге но безусловно неплохо но не прям бог весть что согласись да то есть вот даже если вместе с третьим ребенком то есть там получается миллион с небольшим что мы можем приобрести за эти деньги однокомнатную квартиру в кошелеве ну то есть на эти деньги сильно не разбежишься поэтому нельзя сказать что в калуге эти деньги решают семейную ну жилищную проблему семьи с тремя детьми поэтому люди будут на них рассчитывать но не будут все делать ради них вот в небольших городах да это очень существенные деньги и я действительно вижу много тебе сказать много глупых поступков то есть вот ко мне например в программу очень часто приходят герои которые за материнский капитал купили там какой-то дом ну то есть вот когда он там был там 300 там 50 тысяч вот можно допустим в поселке полотняный завод купить за эти деньги дом развалюху а потом они бегут к нам в программу и ноют а караул наша многодетная семья живет в аварийном доме спасите помогите ну то есть нет бы вложить эти деньги как использовать как первоначальный взнос и потом выплачивать взять какую-то ипотеку нет они так не поступают они говорят ой надо было нам скорее использовать ты понимаешь наверное вот эти меры поддержки я хорошо отношусь к мерам поддержки семей вообще в принципе наверное хорошо что ввели поддержку и на первого ребенка в том числе мне немного ну вот как ты говоришь у меня появился ребенок да я папа пачу же нам-то не дали так вот у нас мы не получали никакой социальной поддержки вообще никакой до появления пятого ребенка то есть никаких там декретных ничего никаких выплат на рождение ребенка ничего мы не получали вообще то есть вот хоть какие-то деньги мы стали получать после пятого ребенка в 2003 году и я много раз говорила о том вот на разных встречах разного уровня что если вот вы хотите чтобы чтобы рождаемость до была в стране то нужно в том числе менять отношение к имеющимся детям потому что те люди которые только вступают вот на эту скользкую дорожку да только до то есть только думают о том хотят ли они семью сколько они хотят детей они смотрят на то как живут те у которых дети уже есть если они видят что эти люди живут в ну так не очень и ее появление ребенка сильно ухудшает жизнь семьи ну как-то они вот ну не захотят поэтому важно не только чтобы значит не только чтобы стимулировать тех кто еще может комплекс социальных мер то есть чтобы ты понимал ладно ты там получаешь ребенка но там условно детский садик не надо стоять там в очереди тысячу лет и ты понимаешь что ты родишь ребенка получишь этот материнский капитал вложишь его там как первоначальный износ в ипотеку тебе придется работать для того чтобы работать у тебя будет вот он под задницей детский садик который сто процентов ты его устроишь где будут хорошие педагоги где будут ребенка кормить воспитывать там и так далее а у нас же это все вот ну типа вот швырнули так смотрите вот у нас теперь мы даем деньги все таки вау круто какие ну и сейчас вот например сейчас мы же имеем какие последствия ты же знаешь что во многих школах были классы вплоть до к то есть вот этих вот народившихся детей на волне первого материнского капитала их некуда извините девать то есть куда их где для них сады где для них школы пришлось срочно строить школы то есть нужно немножечко думать вперед то есть что будет с этими детьми ну через семь лет если допустим детские сады может быть не нужны не всем а школы кружки куда потом пойдут эти подростки правильно то есть должны быть какие-то спортивные площадки какие-то клубы заточены конкретно под подростков где им там будет интересно вот ну то есть вот надо думать вот на такую перспективу что да безусловно вот всплеск рождаемости будет но вообще я хочу сказать что на мой взгляд денежная стимуляция рождаемости она дает кратковременный всплеск а потом снова ну выходит если вот говорить на какое-то плато ну какой-то ровный до уровень может быть даже какой-то происходит спад потому что все привыкают да что потому что это материально стимулируется и ты уже не можешь эти деньги убрать то есть если ты вот вышел так сказать на этот уровень то теперь нужно всегда потому что те кто если ты отменишь материнский капитал скажут чего этим давали а нам чего не даете ну в общем это очень такой не согласен что вообще денежная стимуляция за стану как бы это же сам само явление ужасное то есть в том плане что люди начинают рожать ребенка потому что им дают деньги в носу ладно давай по честному вот ты родишь ребенка потому что дают деньги я нет но я рожу деньги даже я в общем то я тебе говорю мы не получали никаких денег до пятого ребенка никаким мы бы родили даже если нам сказали что нам надо заплатить чтобы родить ребенка то есть здесь это абсолютно не обсуждалось но большинстве своем люди которые под подадутся вот этой вот программе они реально будут рожать детей потому что им еще дают ну вот ты знаешь я наверное не способна или не имею морального права рассуждать о каких-то мифических людях потому что вот среда в которой я общаюсь это достаточно образованные сознательные люди с высокими моральными принципами я не знаю никого из своих знакомых которых я могла бы обвинить в том что вот они родили ради материнского капитала или там погашение ипотеки ну возможно где это наверное эти люди есть но мне кажется что они все-таки не составляют большинство нашего общества видишь в том же вот мужскому женском до который мы упомянули вообще во всех скандальных программах мы видим ну вот то есть каких-то истероидов там 6 но их какой их процент от общества но просто они ярко проявляются больше но просто они ярко проявляются и поэтому они больше заметны ну вот у нас вот примеру дурацкий я участвует каждый день до с читаю новость калуга жесть там и все вот это вот вот кошелев когда его строили блин коттеджный поселок сейчас там будет все каждая вторая новость и скошивали там постоянно быть кого-то режут кто-то повесился кто-то с ножом бегал кто-то стреляет все они там опять кого-то зарезали постоянно это происходит и как правило там вот как раз живут люди вот из такого-то такой социальной вот прослойки и превращают в то же время я знаю много семей с детьми которые туда переехали они вполне конечно конечно есть в каждое в каждое я в то же время знаю что в кошельбе организуют в дворах катки понимаешь ну это так вот очень да действительно там самое дешевое жилье в городе да и поэтому да туда поселяются мигранты которые вот по программе переселения соотечественников кто там еще ну вот кто кто-то еще наверное не очень короче делом и вот резюмируем хорошо что дают деньги за 1 2 3 ну скажем так я те уже еще раз говорю я согласна что нужно поддерживать семьи я согласна что нужно поддерживать всех детей потому что я знаю что существует недовольство со стороны семей с одним с двумя ребенком с тремя ну как бы а что же вот только вот многодетных да поддерживаете мы что же там не люди наши дети что не дети поэтому наверное это правильно вот на данном этапе и короче я еще раз вот повторюсь что для нормальных людей которые к чему-то стремятся которые вот являются ну средним классом назовем это так это так то люди эти деньги не явятся ну что ли решающим стимулом будем считать что тех для кого они станут каким-то решающим их меньшинством ну мы будем надеяться не во всяком случае так кажется то есть нам не грозит какой-то социальный кризис из-за этих мер то есть не появится гигантское количество но во всяком случае я в это верю потому что в целом то вообще социальный вот я так как я социальный работник так и по и учился я очень долго очень долго почти 11 лет это что да потому что я кто хулиган вот и последние годы когда я уже понял что учиться это прикольно я прям учился то есть прям мне было интересно там готовился писал ходил на все лекции ну хорошо вот если ты так учился то возможно ты как социальный работник исследовал к чему приводят вот эти вот денежные меры стимуляции я собственно исходя из этого и задавал этот вопрос потому что говорит нам социология социальная статистика нам говорит что как раз таки мы сначала получаем такой всплеск рождаемости но потом больший процент я не помню точно сколько но больше там 50 процентов получаются эти вот неблагополучные как раз дети потому что как правило решающим фактором для рождения ребенка материнский капитал является именно для низшего класса вот этих вот деревни 50 процентов больше 50 процентов да об этом собственно я и говорил и проблема в том что я как социальный работник знаю ни хрена у нас нет в россии социальной защиты населения вообще для того чтобы тебе получить лишние 50 рублей тебе надо там я не знаю потратить 300 рублей чтобы просто хотя бы доехать отстоять просто потратить время даже на то что получить эти 50 рублей но я опять же бы вот не говорила что все так плохо ты же понимаешь я могу сравнивать у меня дети стали появляться девяносто третий год да и нет конечно лучше так вот сейчас однозначно пособие есть то есть выплаты на рождение детей они существенные потом вот в калужской области есть помимо вот всех федеральных да есть свой материнский капитал и сейчас он на третьего ребенка и на второго по сейчас тоже ввели потом опять же если в семье появляется третий ребенок то платят прожиточный минимум ребенка пока ребенок не достигнет трех лет и это позволяет семье не провалиться но в какую-то пучину бедности нет стало гораздо лучше конечно это не сравнится нам да с какими-нибудь там шведскими волфорд стейтами которые там еще с 70-х годов уже развиваются у них социальная политика абсолютно иная у нас конечно развивается но я убежден в том опять же немножко понимаю социальной политики немножко смотрю за тем что происходит вокруг меня я не считаю что причина развития вот с таком по такими темпами социальной политики связано с деятельностью нашего государства я считаю что это просто время обязывает но если бы еще и вот этого не было туда вообще было бы жопа ну то есть ну хотя бы что-то вот далее но я вот себе сказал и мы вот общались с супругой я никогда я вот никогда в жизни не буду пользоваться социальными какими-то социальными какими-то раз направлениями которые направлены в меня не поняла не возьмешь материнский капитал никогда вот в ваша семья не возьмет материнский капитал нет ни пособия не что ничего то есть подожди подожди вот эти вот 616 тысяч если у вас вдруг семья появится второй ребенок вам наверное будут положены 616 наверное и что ты за ними не пойдешь в пансионный фонд нет интересная позиция почему пойду потому что я считаю что все эти меры они созданы только лишь для отвода глаз от реальных каких-то вещей потому что в целом ни хрена не меняется кстати между прочим этот материнский капитал это не ты должен оформлять а катя да правильно а вы что и она не пойдет и это можно это можно в зачет ее пи я думаю конечно мы обсудим этот момент пенсия вообще вот если я когда-то получу пенсию я не знаю вот застрелите меня пожалуйста просто я вот не хочу ничего от государства получать потому что все это всем так кажется когда нам 25 лет я хочу тебе сказать что я недавно ходила в пенсионный фонд я же многодетная мамаша мне теоретически положено пенсия с 50 лет мне пришло письмо счастья от пенсионного фонда и я кстати выяснила но мне сказали там очень интересные вещи что оказывается те четыре с половиной года стажа которые у меня были до рождения детей они говорят ой а вот это вот мы не знаем как подтвердить потому что этой организации не существует и вот эта организация не существует а что же делать но я вообще-то там работала за меня вообще-то перечисляли налоги что вы мне говорите такое вот написано в моей трудовой книжке это ваши проблемы как вы получите оттуда подтверждение мы не можем запросить о вашей зарплате вы что значит не можете запросить о зарплате людям что делать ведь я же не одна такая я в общем написала какое-то заявление о том чтобы они провели какую-то архивную работу мне там продиктовали по форме что я прошу запросить данные о моих периодах работы там и сям но в общем вот согласись это любопытный момент то есть деньги то где теоретически декларировано что многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше да то есть соответственно там 50 51 52 года в зависимости от количества детей но даже если у них был какой-то стаж а что собственно говоря заплатит то есть пять тысяч на которые невозможно жить в общем я вот сейчас в некотором замешательстве и не знаю вообще брать ли мне эту пенсию которая или мне просто еще продолжать работать и и ну как-то накапливать другая система до накопительная и уже рассчитывать на нее то есть вот то что декларировано еще вопрос как ее получить вот об этом и речь что и просвета не видно непонятно чем что будет как мы будем развиваться в этом направлении я допустим вот даже так я вот смотрю на больницы да мы там с ребенком ходим в больнице мы естественно ходим в платную потому что в нашей обычной больнице находиться просто невозможно наше общество я вот даже так скажу на общество просто не готово пока ни к чему к чему они не привыкли например я зашел один раз с ребенком зашел с ребенком я татуированный человек у меня много татуировок по всему телу их естественно вот не видно я сижу нормальный парень но было лето я пришел вот в такой майке вот столько взглядов я называю это взгляд по спортистке я на себе не схватывал никогда это все эти абсолютно неадекватные мамаши вот просто вот это вот те мамаши которые вот потом через 50-60 лет они вот в почте или перед банкоматом стоят долго все деньги на телефон кладут да вот эти вот люди абсолютно какой-то ну это про это по это садом и гамора там просто ад в этой больнице друг друга грызут ваще дети эти орут там они на детей рут и и мыска я сказал что нет мы лучше заплатим там 500 рублей но нас встретят и мы переходим через дорогу в платную больницу и там здравствуйте и рыбки плавают и все красиво и все сидят молча и все тебя в задницу целуют и проходите мои хорошие они так что давай быстрее там у меня там и так ну я не знаю про что ты говоришь вот то поликлиника куда ходим мы да конечно если ты просто идешь на прием к педиатру и особенно без талончика без заявленного времени туда конечно приходится подождать но врач у нас на участке исключительно я прям ей очень благодарна нам внимательный педиатр врачи шикар никаких никаких жалоб в общем то нет врачи разные но вот но вот нам конкретно с врачом повезло и знаешь как-то я не сталкивалась с тем чтобы кто-то как-то грыз обычно договариваются люди безусловно не без неадекватов но в целом не люблю конечно ходить в поликлинику но все равно приходится могу сказать что вот сложно сейчас записаться к специалисту то есть если нужно одно дело педиатр да другое дело если тебе нужен там хирург окулист там кто-то там гастроэнтеролог вот это конечно да то есть приходится ждать и кстати к вот к волне рождаемости я думаю что совершенно точно мы не очень готовы вот я как раз таки об этом да и хотел сказать что есть же государственные какие-то службы которые так или иначе при рождении ребенка тебе придется обращаться там я еще не говорю там про всякие мфц и все вот это вот получить документы поверь мне сейчас все стало гораздо 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 но все равно хреново вот я я сейчас получается у нас сейчас нет я я я сравниваю просто сравниваю с развитыми странами когда в в европе я могу решить подожди ты много сталкивался с бюрократии не в развитых странах не значит все кто живут постоянно в германии например в великобритании или там в испании в италии говорят о том что с бюрократии там тоже очень хреново в израиле например кстати да в израиле если тебе нужна справка там вообще никто никуда не спешит и теперь могут справку делать одну очень долго поэтому как-то там хорошо где нас нет да я к тому что хочешь прикол расскажу значит в каком году в одиннадцатом по моему я вместе с бурей летала к своей двоюродной сестре в норвегию а вот значит прилетели мы иринка нас встретила привезла домой а мы такие знаешь немножко такие косые после перелета потому что мы летели самым дешевым рейсом у нас была пересадка в аэропорту денег на ночевку нас не было мы там с борей спали на стульях но и в общем может быть боре еще ему тогда было 17 лет было так полегче а я уже человек во всяком случае то есть мне не 20 до мне было там чуть больше 40 и ну в общем бессонная ночь уже давала да давала себе знать да даром не проходит или нет сколько же не было лет там боже мой да наверное чуть больше сорока да так вот и значит и мы при мы были вообще никакие вот мы приехали в общем во всяком случае я такая помятая и мало что соображала и вдруг иринка достает из холодильника нарезку копченой колбасы машет у меня перед носом а мы что-то едим что она нам приготовила и говорит у вас детском саду детей вот этим кормит и сначала даже не поняла о чем идет речь или как-то как-то она сказала вашим детям саду вот это дает я не помню ну в общем что то такое вот про копченую я даже сначала не поняла чем это а потом оказалось что детский сад куда ходит ее ребенок ему на тот момент было наверное года три наверное вот это детский сад в общем он частный но он от муниципалитета то есть это какая-то женщина вот организовано такое предпринимательство но она подает о себе данные в муниципалитет и значит в сестре моей двоюродной дали направлении именно в этот сад вот так вот там прекрасная творческая атмосфера мы потом ходили этого мальчика туда забирать и там просто вот кругом свисают всякие поделки там чего-то там они какие-то рисунки то есть видно что дети творят им там классно и вот у этой женщины и воспитателя есть помощник какой-то студент кстати мальчик я обратил него в смысле парень и он так есть он с детьми играл он там страниц обстроили какую-то башню ну то есть движуха есть но детей никто не кормит им могут например вот значит все что готовят это значит я еще специально подошла посмотрела стоит гигантская мультиварка и какой-то томатный суп ну то есть и томатная паста не плавают макарошки и вот и значит вот бутерброды с копченой колбасой то есть понимаешь вот наше это питание диетическое как мы привыкли завтрак обед полдник и все вот это там рассчитаны какие-то паровые тевсельки ну то есть мы я тогда поняла что мы не ценим того что у нас есть потому что вот там никто не заморачивается то есть вот сварили одну эту баланду грубо говоря на день выдали детям бутерброды с колбасой и значит родители каждому ребенку дают в рюкзачке там ну кто считает нужным что там йогурт там сок и печеньки там яблочко там банан но одна из самых богатых стран тем не менее норвегия ты миша да да ну вот ну вот-вот да пусть меня в детском саду кормили бы томатным супом только у меня сейчас там не знаю было там не 22 миллиона за чертой бедности а один дых я бы поел бы этот суп а потом бы как бьерндален бы бегал бы стрелял бы там в биатлоне и не гордился бы танковым биатлоном а гордился бы настоящим биатлоном я за я понятное дело что везде по-разному и каждый сталкивался с разным кто-то там с хорошим кто-то с плохим кого-то там боженька поцеловал кого-то не поцеловал разные ситуации бывают но в целом прям выдавать за финальным тему детей стоит рожать 7 детей или нет ну на моем опыте однозначно да но ты же понимаешь вот я не могу никому посоветовать потому что вот вернемся до к никитиным я знаю что им например присылали письма с претензиями что вот значит лена и боря мы вот вас послушали пошли значит по вашему пути вот у нас всего четверо детей они все время болеют там у нас ничего не получается ничего не хотят играть ни в какие значит интеллектуальные игры просто полная жопа не хотят учиться в общем все хреново и им предъявляли претензии что типа вот вы нас обманули никитина этого все специально так и тут знаешь то есть я сейчас кого-нибудь посоветую потом скажут глушенкова все набрала с детьми совсем не так классно но понимаешь мой опыт у меня нет ни одного скажем так бракованного ребенка вот понимаешь то есть есть уже я уже могу говорить есть аркаша который закончил в культуре журналистики мгу и работает круто да работает на рбк работает на работа на россии 24 есть борис который закончил московскую государственную академию имени кутафина поступил туда сам да и сейчас работает в крутом юридическом агентстве в москве есть валя которая не пошла кстати получать высшее образование сейчас вот стала менеджером паба 102 есть глеб который поступил в мифи на сейчас его господи как же называется то факультет сейчас электроника и нанотехнологии в чем-то там в спектронике в общем я даже не понимаю куда он поступил вот научится есть я на есть фира есть миша ну то есть все у всех есть своими советов чем почему три пункта почему рожать 7 детей лучше чем не рожать 7 детей просто а дальше люди сами выводы там сделают нравится ты знаешь когда у меня спрашивают ну то есть я бы не сказал про 7 детей больше больше одного больше одного а ну во первых я однозначно считаю что дети которые растут в коллективе ребенок усваивает что-то такое чего-то ему не преподашь никакими ни на каких курсах ни на каких уроках этом нельзя научить как там делись одну шоколадку на двоих или там как по очереди там что-то делать как домашние дела распределять понимаешь то есть вот этот вот социальный навык ты никак не получишь но во-вторых родители не вечны и я сейчас вижу что у моих детей есть отношения которые уже без меня понимаешь то есть они сами друг с другом переписываются они могут попросить помощи или там младшие сестры могут приехать к старшему брату и он там с ними погуляет и если у кого-то какая-то проблема то его все поддерживают раз взялись скинули денег это очень круто и ты получается такая банда то есть твой ребенок никогда не будет один но для это понимаешь это не дар небес то есть это надо воспитывать это не вот просто нарожай и поэтому у тебя это получится нет это так не работает это воспитывается очень длительно кропотливо вот но если вот все получается то она потом так то есть вот такая вот вот система которая живет который подвижно ну и третья причина но не знаю они просто нравится милые такие вот даже сейчас то есть они уже достаточно большие но я за ними наблюдаю это же приятно мне кажется что понимаешь ребенок это лучший вклад в твое бессмертие ты не можешь сделать лучшего вклада в свое бессмертие ну кто-то говорит крестража как у волан-де-морта вот разделил душу на 7 частей вот у вас 7 но может быть может быть может быть может быть но то есть видишь вот кто-то уповает на свой вклад там в литературу может быть в науку вот как раз вот люди которые за твоей спиной да можно да и по-другому это круто ладно в конце у нас есть такая рубрика но маленькая рубрика диалог с самим собой вот эта камера это вы в 15 лет у вас есть 10 секунд елки-палки что-то меня об этом не предупреждали что я должна сказать самой себе 15 лет ну наверное наверное я прекрасно помню какая я была во многих вопросах робко и нерешительная причем что вот марина я знаю что ты умная девочка и в этом никогда не сомневалась но при этом была нерешительной во многих вопрос вот вот марина эти точно хочу сказать решайся решайся на все что ты хочешь и еще наверное многим девочкам и мне в том числе не хватает какой-то женской уверенности я очень сомневалась своей привлекательности это правда ну так вот я бы наверное себе пятнадцатилетний сказала о том что со мной все в порядке на что мне хотелось ну как многим девочкам там глаза побольше ресницы подлиннее еще что-то там еще что-то там волосы гуще но неважно что список был большой вот я бы наверное самой себе сказала что с тобой все в порядке вот ну вот как то так и марина глушенкова который 30 лет 30 лет 30 лет а тогда был очень в общем то непростой период в жизни и тогда как раз у нас была вот этот финансовая дыра я тоже это очень хорошо помню то есть мы питались например пшеном и капустой я помню что мне было очень сложно и был такой депрессивный даже период я бы наверное самой себе сказал что ты знаешь это не навсегда это не навсегда и ты еще поедешь норвегию в израиль побываешь в сербии съездишь на море что так будет не всегда это урок который зачем-то нужен который тебе надо пройти а потом все будет лучше и лучше отличные по моему слова ну и в конце чтобы зафиналить у нас есть но каждый гость в конце просто вот есть люди которые досмотрят это видео до конца такие есть думающие люди которым интересно вообще слушать диалоги вот я например слушаю подкасты мне очень нравится я вот ставлюсь и на фон и там хожу целый день тут там что-то в ухо говорит о прибор мучит да здесь собственно идея вы в этом и состоит просто людям что-то сказать но все что угодно вот это такое послание всем людям которые смотрят друг этот подкаст наберет очень много просмотров некоторые реально набирают много ну вот что-то людям которые посмотрят такие скажут ну блин да вот окей ну я хочу сказать что люди эти однозначно не мешают никому стать кем-то есть распространенный взгляд о том что дети они там мешают тебе самореализоваться так вот я однозначно скажу что это не так мои дети помогли мне стать мной то есть я в результате веду свою тему в социальной журналистике и сейчас наверное уже вот после многих призов там полученных там выигранных конкурсов и так далее можно сказать что я что-то из себя представляю как профессионал так вот и считаю что у меня это все получается именно потому что я прошла вот этот путь и я понимаю своих героев и дети нам наоборот дают истинный отсчет ценностей то есть когда у тебя появляется ребенок ты понимаешь что на самом деле ценно а что нет так вот не надо приносить детей в жертву саморазвитие наоборот вот если хотите саморазвитие никакого лучшего тренинга по саморазвитию чем дети и семья не существует на мой взгляд прекрасные слова я надеюсь кто планирует детей или у кого уже есть дети эти слова себе там намотают куда-то куда там наматывают обычно слова послушают и примут как главное чтоб не сказали что это лапша даже если лапша то очень дорогая вкусная итальянская классная которую надо дольше с ней ходить на ушах в общем спасибо вам огромное что пришли вот такой вот получился подкаст мне было очень интересно мне тоже было с тобой интересно говорить было круто и прям вот я с каждым подкастом становлюсь умнее как мне кажется я вот прям расту то есть общаясь с людьми я получаю новое мнение потому что я все-таки еще молодой и еще у меня там максимализма я такой весь на движнике а тут как бы мне вот я знаешь я тоже на движнике как серьезно и вот как раз уже с таким опытом жизненным и это такой обмен ну положительный обмен вы что-то получили я что-то однозначно это очень круто зрители там ставьте лайки если вам понравилось если вам не понравилось не ставьте лайки ставьте дизлайки подписывайтесь на канал не хотите не подписывайтесь вообще делайте все что вы хотите вы вправе делать все что угодно это в рамках в рамках законодательства российской федерации естественно поэтому все все что можно по закону делайте все что угодно но в идеале чтобы вы подписывались на странице марина глушенкова я оставлю ссылки в описании подписывались на этот канал и ставили лайки писали вообще свое мнение какое-то поводу нашей беседы еще раз спасибо огромное спасибо тебе всем пока